Так, ну что, друзья, продолжаем наш сериал под названием, да, TikTok Shop. Если помните, в прошлой серии я рассказывал вам про то, как добавить товар, как привязать бренд, потом как выбрать блогеров, разослать им приглашения, все вот это вот дело. А в принципе вы уже можете продавать на TikTok, потому что, ну, все основные такие моменты вы знаете, знаете, как выбрать аккаунт, либо сделать его самому, на что обратить внимание, какие там настройки, ну и, собственно говоря, остальное тоже все я вам рассказал. Но есть один такой нюанс, что то, что я вам рассказал, все это делается очень долго, потому что если мы, да, где тут, вот сюда, вот там зайдем, да, то есть нам надо будет создать приглашение, потом каждому разослать, либо в прошлом видео я говорил, что можно выбрать 50 блогеров и им разослать приглашение. Вот, я поначалу так делал, за два дня я разослал где-то 250 приглашений, но честно скажу, что после этих двух дней на TikTok я его видеть уже не мог, потому что постоянно вот это вот Ctrl-C, Ctrl-V, вот это вот, не знаю, какие-то там вставления фраз и все остальное, но честно говоря, подташнило. Вот, и тогда мне на помощь пришел отличный сайт от программы, или как это назвать, я не знаю, сейчас я вам все это покажу. Сейчас я вам покажу. Это бот у нас такой, так, да, бот, где он у нас? Нет, он у меня на этом аккаунте. Вот, вот так он называется, не знаю, как правильно читается, ЕКК, наверное, может быть как-то по-другому, ссылка будет в описании. Сейчас я вам расскажу, что делает этот бот. Этот бот, собственно говоря, делает все за вас. Он рассылает приглашение, он делает, как сказать, ну, то есть он ищет блогеров, он рассылает им приглашение, ну, в общем, давайте все подробно. Итак, если вы переходите по ссылке, вам надо будет там зарегистрироваться. Там все очень просто, логин, почта, пароль и все такое. Вот, да, если вы регистрируете по реферальной ссылке, там должны быть еще какие-то плюшки, ну, как обычно, это там сами разберетесь. Вот, у вас здесь ничего не будет, у вас будет пусто. У меня здесь уже просто есть история. Ну, это суппорт, это все понятно, поддержка. Так, потом мы ведем бизнес-планы. То есть тут есть, тут есть пробный, по-моему, какой-то бесплатный план. Так, ну, это и лучше. Да, тут, короче, когда вы зарегистрировались, у вас будет 500 рассылок, типа бесплатных, или 600 даже. Так, да, здесь мы посмотрим планы. Так, да, есть, будет первый у вас, то есть бесплатно, там будет 600 рассылок. Я его уже зарасходовал, зарасходовал, в принципе, первые два часа, то есть когда настраивал его. Тут у него, получается, он в час рассылает 250 приглашений. Причем рассылает он по разным вашим вот этим вот объявлениям, но это сейчас чуть попозже расскажу. Так, потом есть следующий вариант. Это стоит 200 долларов на месяц, 10 тысяч приглашений он рассылает. Вот, и еще можете 200 письм отправить. Письма я вообще не отправляю пока, поэтому мне вот это вот неинтересно. А этот план я не подключал, я сразу перешел на другой план, который за 350 долларов, потому что здесь полная безлимитка идет по приглашениям, то есть сколько вы можете разослать. Да, и 500 писем, но письма опять мне это неинтересно. А потом у них есть еще какой-то за 600 долларов, тут тоже полная безлимитка и 3000 писем. Но письма, я говорю, мне неинтересны, поэтому смысл тратить деньги, то есть я не вижу. И еще какая-то есть тут штуковина за 2000 баксов, я даже не читал, что это такое. Если будет интересно, можете полазить, почитать. Вот, то есть это что касаемо... А здесь у них, как сказать, нету так, чтобы присоединить несколько аккаунтов. То есть тут получается один бот на один аккаунт идет. Ну, по крайней мере, пока что так на данный момент, потом, может быть, они там что-то поменяют. Это что касаемо оплаты. Вот, так, двигаемся дальше. Что тут еще у нас можно интересного посмотреть. Так, ну, здесь, в принципе, ничего, здесь только у нас оплата. Выйти бы теперь из нее. Вот. Так, ну, как я говорил, у вас здесь ничего не будет. Двигаемся дальше. Следующая, следующая у нас вкладка. Следующая у нас вкладка. Это, собственно говоря, MyBot. Вот тут вот вы будете уже делать боты. Вот у меня показано, что я пользуюсь этим ботом, сколько, две недели. За две недели разослал 43 173 приглашения, скажем так, объявления. То есть как угодно их можно назвать. Вот. Если бы я это делал вручную, у меня на это бы ушло полжизни. Я бы точно не хотел бы этим заниматься. А так все за две... Вот он показывает, что в сутки можно отправлять себе 2500. Но при этом у меня уже отправлено 2600. То есть у них тут такое бывает. Они чуть-чуть больше отправляют, чем надо. Нам это только на руку и только плюс. Да. То есть сейчас подробно расскажу про эту кнопку, как создать бот. Сначала давайте пробежимся по всем вот тут основным вкладкам. Вот. То есть здесь вы будете создавать бота. По каким критериям, это я вам покажу. Тут будете рабочее название указывать. То есть тут, что он должен делать. Тут объявление, которое будет отсылать. Это уже кому я отослал. Это вот сколько мне ответили. Это кому я еще могу отослать. Но я не буду это делать, потому что понял, что надо переделывать бот. Потому что постоянно экспериментируешь, пробуешь какие-то новые вещи. Соответственно, бот останавливаешь, понимаешь, что это не так. Так, дальше. Тут, ну, работает, не работает. Когда было сделано. Ну, и тут либо старт, либо стоп. То есть вы можете одной кнопкой его запустить. Так, дальше у нас идет сообщение. Но я говорю, я сообщение не отправляю, поэтому у меня здесь ничего нету. Потому что сообщение... Ну, вы представляете, если бы я отправил бы... Сколько у меня тут? 42 или 43 тысячи было. Да, вот эта страница у них, кстати, постоянно притормаживает. Вот, представляете, если бы я отправил 43 тысячи сообщений, и мне хотя бы по одному сообщению каждый бы ответил просто из вежливости. Я бы сидел тут еще бы, наверное, месяца три бы переписывался бы с ними. Вот, поэтому я никаких сообщений не отправляю. Я отправляю прямо чисто только приглашение. Но даже когда отправляешь приглашение, все равно тебе приходят сообщения. Они хотят с тобой договориться, там, поболтать о чем-то. Я очень редко отвечаю. То есть если это реально по делу. Потому что, как правило, пишут в основном те, у кого, как бы так выразиться, ну, начинающий, мало подписчиков, нет продаж. И они вот там, вот там, да, давай поработаем вместе, я все сделаю классно. А люди, у которых много продаж, они не тратят время. То есть они вам тоже ничего не пишут и тоже ни на что не отвечают. Так, двигаемся дальше. Ваши письма, это все понятно. Здесь у меня ничего нету. У вас, может быть, будет, если вы захотите. Здесь вам вдруг станет скучно. Так, здесь у нас это поиск, собственно, блогеров. Да, здесь мы можем выставлять критерии. Тут мы можем какие-то ключевые слова вводить даже. То есть тут, да, то есть тут можно, например, ну, давайте, давайте для примера я вот возьму товары. Это вот мои вот эти вот резинки. И что он нам тут найдет? Это формочки для льда, которые в прошлом выпуске я вам показывал. Вот. И он, я не знаю, каким способом, но, в общем, он находит блогеров, которые, собственно говоря, имеют отношение к этому товару. Вот. То есть он нашел, сколько у нас тут их на странице? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Четыреста восемьдесят, то есть он нашел блогеров, которые имеют отношение вот к этим вот формочкам для льда, каким-то бокам. По каким критериям он их находит, я не знаю. Тут можно еще по категории это фильтровать, можно вот по деньгам, например, давайте вот, кто вот еще больше десяти тысяч зарабатывает. Вот, то есть он нашел и этих вот, тридцать две страницы. Вот. Но, в принципе, если они имеют отношение к формочкам для льда, то нам, собственно говоря, категория не важна, какая разница, если они все равно продают. Мы можем, конечно, поставить китчен. Сколько тогда будет? Шесть уже страниц, которые китчен. Ну, то есть тут можем пол выбрать, количество подписчиков и всякое остальное. Ну, и язык, вот они недавно добавили, можно английский, можно испанский. Вот, то есть, и вот он, собственно говоря, находит этих блогеров. Вы, если хотите, можете зайти к ним на страницу, посмотреть. Честно скажу, этой вкладкой особо не пользуюсь, просто показываю вам, чтобы вы были в курсе. Вот. Есть такая штуковина. Потом идем дальше. То есть есть тут CRM. Здесь что у нас? Здесь у нас, здесь у нас. Здесь, ну, здесь показана моя история. То есть вот у меня есть блогеры, ну, и их продажи. То есть видео, точнее, вот, например, вот этот чувак снял одно видео, заработал мне 282 доллара. Вот это вот сняла два видео, три лайва было, 53 доллара. То есть, ну, и так далее. Тут вот они все представлены. Это тоже чисто аналитика. Здесь можете фильтровать, если у вас их накопится много тысяч. Вы можете, то есть, искать, смотреть, допустим, потом отсылать повторное предложение, что, типа, дружище, мы с тобой классно отработали, вот какая статистика, давай еще что-нибудь запилим. Вот. То есть, ну, такая вот на будущее, наверное, полезная вещь, когда у вас будет очень много блогеров. Так, дальше, следующая вкладка. Честно, понятия не имею, что это такое, просто статистика какая-то, да. Типа, вот сколько ожидает, чтобы разместить видео. И это что-то по деньгам. Ну, короче, будет интересно, полазите. Но для работы, ну, вот сейчас точно мне это не надо. Так, мой контент. Это тоже тут у меня нет, потому что... А, нет, есть, обманывал я вас. Что здесь есть? А, да, тоже вот опять по блогерам. То есть, это его имя, сколько он денег заработал, когда выложил, какие хэштеги, какие он прицепил, сколько секунд шло видео, CTR, то есть, какое у этого видео. Вот, сколько просмотров было, сколько лайков было. Вот, это тоже такая статистика для любителей. И ввести эту статистику вам будет, наверное, интересно потом тут полазить. Так, нам же интересно вот эта вот кнопочка, вот эта вот MyBot. Мы заходим сюда. Заходим, заходим, заходим. Так, вот эта страница у них постоянно притормаживает. Видно, видно, большая какая-то загрузка у них. Ага, нажимаем вот эту волшебную кнопку. Нажимаем здесь. Вот здесь мы указываем рабочее название, какое хотите. То есть, это нигде не будет отображаться. Давайте. Вот так вот. Так, вот здесь, смотрите, вот здесь вы можете выбрать, что вы хотите с ними делать. То есть, вы можете либо, то есть, сообщение плюс target collaboration, ну, приглашение, короче. Вот, вот опять. То есть, тут вот одно типа сообщения. Тут видно в переписку вступить. Я говорю, я пользовался только вот этим, потому что я очень не хочу переписываться. Можно просто сообщение, можно сообщение и фотография. Вот, вот эти вот штуки, вот эти штуки мне, наверное, скоро пригодятся. Потому что, когда ты уже, скажем так, отфильтровал блогеров, вот, и у тебя есть желание им сделать эксклюзивное предложение, то есть, не просто дать какой-то процент, а, например, то есть, если ты видишь, что это хороший блогер, и ты говоришь ему, что типа, дружище, давай я тебе помимо этого процента заплачу там 200 баксов, чтобы ты ему продавал товар. Вот, можно и нужно так делать, если вы хотите развиваться. Попозже я вам покажу, для чего и как это делается. Вот, то есть, вот эти штуки мне попозже пригодятся, пока ими не пользовался, потому что я, грубо говоря, всего две недели работаю с блогом, поэтому в начальной стадии такой нахожусь. Вот, но уже понимаю, что это надо, потому что раньше еще, ну, не знаю, неделю или полторы тому назад, я думал, что это вообще фигня полная, тоже не пригодится, зачем кому-то фото отправлять, а потом понял, что надо, вот, зачем, потом объясню. Так, вот здесь вы вводите ID своего товара, вот, то есть, если вы перейдете, если вы перейдете, 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 так, это у меня какой аккаунт, да, если вы перейдете, соответственно, в, где тут, продакт у нас, а вот на этой вкладке, вот, то есть, если вы перейдете сюда, то, соответственно, вот ваш товар, его, собственно говоря, ID, вы копируете этот ID, вот, да, и вставляете сюда, вот здесь вот есть еще, так, вставляете его сюда, нажимаете добавить, и вот он вам находит этот товар, собственно говоря, и нажимаете next. Так, двигаемся дальше, вот здесь, вот, смотрите, тут так же, как и в настройках, а в тиктоке, то есть, страница та же самая, то есть, получается, фришиппинг, да, фришиппинг, потому что это будет, если будет не фришиппинг, то никто не ответит. Здесь мы опять пишем, пишем наше рабочее название. Вот, здесь мы выставляем процент, здесь мы ставим процентную, ставлю 20, вот, но, оказывается, можно ставить меньше, я потом вам покажу другую программку, которая мне просто взорвала мозг и открыла глаза, и я такой, а, вот, как, оказывается, можно и нужно работать, потому что до этого я реально работал. Я сегодня, как сказать, я сегодня проплатил ее, взял расширенную версию, я сегодня просто 4 часа в ней утонул, погрузился, такой, да хорош, ничего себе, а, уех ты, вот это, то, все, короче, как ребенок сидел, игрался, вот, но пока показываю, скажем так, по привычной схеме. Вот, то есть, тут мы ставим проценты. Здесь на какое время? Как я уже говорил, можно поставить на дохренища, а можно поставить, вот, крайнее число седьмое. Вот, я сторонник того, чтобы ставить ненадолго, чтобы постоянно боты запускать заново, чтобы люди видели, что я хочу с ними работать. Так, вот это, вот это, ну, и тут вот, да, мое дежурное объявление, что хоть у этого товара и нет ни одной продажи, но на самом деле на другом сайте все хорошо, там, давайте работать, бла-бла-бла, на-на-на, и все такое. Кстати, да, недавно еще общался с человеком, я говорю, а как вот блогеры видят наше объявление, что они видят, какую информацию, мы видим там количество продаж, сколько денег они заработали и так далее, и так далее. А у нас что они видят-то? Короче, мне сказали, что они видят только количество продаж. И вот здесь я сейчас буду противоречить своим словам, которые были в предыдущей серии, по поводу того, что, даже не в предыдущей, а в первой, по поводу того, что можно каждый год покупать аккаунты и типа ляпать новое объявление, потому что покупатели, ну как бы объяснить, ну им разницы нет, они видят только, что блогер продает и что классно, отлично, там все замечательно. Вот, а тут вот смотрите, теперь у меня появилась другая точка зрения, потому что если, например, ну грубо говоря, давайте поставим себя на место блогера, вам приходит приглашение продавать два товара. На одном ноль количество продаж, либо там пусть будет 10, а на другом, например, 3 тысячи продаж. Какой товар вы согласитесь продавать? Допустим, вы блогер-миллионник, не начинающий, которому пофигу, что продавать. Я думаю, вы, естественно, согласитесь о том, где продажи были там 3 тысячи. То есть это все-таки влияет на, как сказать, на принятие решения. Конечно, тут можно сделать хитрость, и вот где вот объявление с рассылкой, там письмо и фотографию, можно, конечно, ему написать, допустим, у вас ноль продаж, написать, дружище, это наш второй аккаунт, типа вот, ну сбрасываешь скрин, можно его даже на фотошопе, типа вот статистика нашего товара на другом аккаунте, типа продажи хорошие, давай работать. Вот, можно, конечно, так сделать, но я не знаю, как они ответят, как поведут, я пока так не делал. Вот, поэтому, поэтому, поэтому возвращаюсь к теме того, брать аккаунт на год или все-таки работать в долгую, потому что вы эти объявления, которые с этого аккаунта не сможете перенести на другой, то есть тут нельзя, как на Амазоне, крепиться к объявлениям. Нет, то есть тут один аккаунт, одно объявление. Поэтому, то есть если у вашего объявления хорошая статистика, много продаж, то больше вероятности, что какие-нибудь хорошие блогеры, они с вами будут лучше работать в этом плане. Вот такое вот добавление. Так, двигаемся дальше, да, нажимаем next. Так, следующая на странице, и вот здесь, ну тут можно сразу вкладку эту открыть. Да, вот здесь мы можем либо загрузить какую-то Excel-таблицу, я не любитель Excel, а вообще я прям вот, это не мое. Либо можно сделать все это вручную, то есть мы продаем что? Мы продаем резинки для льда, соответственно, какие категории? Ну тут можно, конечно, поиграться, посмотреть, что как, но давайте вот китчин у нас. Да, пол, пол любой нам подходит. Да, здесь, я говорю, тут такие же настройки, как и в TikTok, в TikTok-шопе, то, что мы разбирали в прошлом выпуске. Так, здесь количество подписчиков. Вот тут я, по-моему, в той серии говорю, но еще раз уточню, смотрите, если вы выбираете вот от 10 тысяч до 100, я обычно вот выбираю вот эти вот, и не выбираю первые. Почему? Потому что, ну, у кого мало подписчиков, как правило, там ничего хорошего нету. То есть это я проверял на себе, знаю точно. И вот здесь вот это вот тоже, это все очень бедненький. Вот эта категория, возможно, еще можно отдельный бот по ней запустить и сидеть, повыбирать. Вот, но я обычно запускаю вот этот вот бот. И вот тут смотрите, если вы думаете, что теперь он будет вам искать от 10 тысяч подписчиков, от 10, кто зарабатывает, вот, сейчас он будет искать. Но если вы ставите вот эту вот галочку, он вам также будет рассылать объявления, и тем, у кого от 0 до 25 тысяч, и при этом не важно, какая цифра указана здесь. То есть они не взаимоисключают друг друга, они как-то вот сами по себе действуют. То есть он либо вот так будет искать, ну, и тех, и тех тебе будет сбрасывать. Вот, вот этот вот шлаг мне не нужен. Я с ним уже наобщался, навозился. Они, кстати, вот самые общительные, сами обидчивые. То есть когда ты отзываешь потом обратно свое приглашение, вот от них письма начинают лететь, что я потратил свое время, все такое. Ну, короче, это вы еще узнаете. Так, пол, пол мы выбираем. Ой, пол, возраст, да, возраст мы весь выбираем. Так, здесь пол, да, тоже все. Здесь степень вовлеченности, то есть насколько люди у него, скажем так, отзывчивы на его видео. Я ничего не ставлю. Здесь тоже количество просмотров видео не ставлю. То есть если чувак зарабатывает от 10 тысяч баксов, мне глубоко наплевать, сколько видео у него смотрят и какая у него вовлеченность. Вот, мне по барабану. Так, ну, в принципе, все. Это все настройки. Да, нажимаем сохранить. Нажимаем, нажимаем. И вот по нашим критериям он нашел 315. Но их должно быть больше. Объясню почему. Потому что у меня есть уже бот по вот этому товару. Есть и, как бы сказать, в той серии я тоже говорил, то есть если... А почему я ставлю короткие объявления на короткий срок? То есть если объявление еще действует, то он этим же блогерам не будет отсылать. То есть он их не учитывает тоже. Вот, поскольку у меня есть объявления, которые еще действуют, поэтому он их не посчитал. Это 315, это вот новых, кому я не отсылал. Поэтому я бы лучше делать объявления на короткие сроки, постоянно их задалбливать, чем сделать на длинный. Потому что вот сейчас, например, я хочу удалить те объявления. Это сделать очень-очень проблемно. Это надо залазить вручную, открывать, смотреть. Ну, короче, очень долго я лучше подожду, да, когда они закончатся, и потом отправлю заново. Поэтому лучше делать на короткие, иначе просто вы не сможете отправлять этим же людям. То есть тут такая функция, что пока действительно объявление нельзя еще отправить одно. Вот, но он нашел 315 человек. Да, я нажимаю старт, и, собственно говоря, все. Ну вот, да, и потом, 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 вам будет, вам будет вот в этой вкладке, вот в этой вкладке, они у вас будут здесь отображаться, будет показано, сколько народу хотят с вами, скажем так, дружить. Вот, и вы уже можете щелкать на них, смотреть их характеристики, про характеристики я рассказывал в прошлом видео. И вот здесь будет кнопка, либо подтвердить, либо, ну, слить этого чувака. Вот, а если подтвердить, то, ну, все окей. И у вас в разделе ордер, в разделе ордер, да, ну, я потом сниму видео, тоже просто сейчас на резинке никто, как сказать, еще не клюнул, поэтому, то есть, нету. Вот, то есть здесь будет такая штука распечатать, ну, подтвердить ордер и распечатать наклейку. Вы распечатываете, подтверждаете, распечатываете наклейку, там будет стоимость этой наклейки. Вот, и эту наклейку вы отправляете на свой преп, и, собственно говоря, все, они этот товар должны будут потом отправить. Вот, после этого он перемещается у вас в разделы шипит, ну, и дальше все, уже от вас ничего не зависит. Вот, если вы не подтверждаете товар, типа, ну, там, вернемся сюда, да, ну, все равно тут ничего нет. Да, будет, типа, слить чувака, там будут варианты причины, по какой слить, типа, товар аутосток, передумали, там, на-на-на, что-то такое. Вот, я выбираю обычно аутосток, ну, не знаю, почему-то вот так вот. Да, и все, собственно говоря, этот человек у вас из вот этих вот приглашений, он пропадает, он будет вот здесь, они там просто будут копиться мертвым грузом. Вот. Так, что еще, что еще рассказать вам про бота, что еще вам про него рассказать-то? Да, в принципе, наверное, все. Да, я попробую, вот, видите, он уже 37, представляете, вот, вот, а, и плюс еще, то есть, он генерирует, то есть, это была неконечная цифра, видно, он еще там подгружает, да, то есть, потому что было 300 с чем-то, уже 549, то есть, уже 53 приглашения он отправил. Представляете, 37 приглашений. Сейчас вручную я бы эти 37 приглашений делал бы, я не знаю, сколько, ну, ну, я думаю, часок. А, нет, ну, там можно по 50 выделить, но в любом случае, то есть, я бы сейчас, да, уже 49, вот, то есть, я бы сейчас не записывал это видео, занимался бы вот этой вот ручной работой. Да, и он, собственно говоря, рассылает вот эти вот все приглашения. Мы, кстати, даже, даже можем, по-моему, посмотреть, конечно, это тоже не очень важная такая информация, но кому он их отправил? Сейчас, сейчас. Да, вот это раздел, и вот здесь, то есть, вот будет количество, причем 225, это не, как сказать, не штук, а вот в каждом по 50, то есть, там приглашений. Вот, но тут они как-то вперемешку, их можно отфильтровать, я думаю, тут у меня вот вообще еще косметички, то есть, это другой товар. Вот, тут Дорадо, короче, ну, ну, это не важно, это, единственное, чем это важно, помните, я говорю, вот здесь, вот отсюда, вот вы их будете удалять. То есть, если вы сделали на долгий срок, а вам надо сократить, то вы будете заходить, вот это вот вручную, искать вот это вот объявление, зайти, удалить, ну, это долго и муторно все это дело. А, ну, вот тут есть даже кнопка, ну, вот, да, то есть, отменить. А вот как раз вот наши вот эти вот резинки, вот они сейчас в этом разделе, то есть, он отправил уже, получается, вот 50, 36, еще одна, короче, нормально поотправлял. Да, 79, пока мы тут с вами разговариваем. Вот, поэтому, если вдруг какие-то будут вопросы по боту, ну, хотя я не знаю, какие они могут быть, тут все очень просто, все элементарно, служба поддержки тоже у них на связи. Вот, тут единственные вопросы могут быть по стратегии, но я вот вам показал свою основную стратегию. Когда, то есть, я по максималкам, то есть, где много подписчиков и много денег, потом можно спуститься, скажем так, на шаг пониже, у кого меньше, то есть, денег. Тоже на них запустить отдельного бота, лучше их не перемешивать. Вот, запустить отдельного бота и, ну, там посмотреть, может, там тоже что-то клюнет. Просто бывает такое, сейчас, 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 я вам, наверное, это не покажу. Так, сейчас какую-нибудь страницу мне открыть бы. Так, ну, это, да, это вот уже, то есть, оно отправлено. Так, кого-нибудь. А, сейчас, что-таки я туплю. Просто, да, хочу показать пример. Например, в общем, бывает такое, что у человека мало продаж, но у него есть такая галочка, как быстрый рост. Вот, просто есть, например, блогеры, у которых, ну, во-первых, сразу скажу, количество подписчиков вообще не влияет на количество продаж, абсолютно. Я видел блогеров, у которого было, там, 7 тысяч подписчиков, он делал в день 1100 продаж. То есть, это вообще никак не влияет. Работал с блогерами, у которых было 2 миллиона подписчиков и нихрена нету продаж. Вот, бывает, то есть, у него мало подписчиков. У него, например, то есть, он еще до десятки не дотянул, а мы там критерий поставили, вот, 10 тысяч, у него 9 тысяч. Но он эти 9 тысяч, например, сделал, вот мы видим, то есть, допустим, вот тут у него все нулями, и он начал работать всего неделю тому назад, и у него вот за эту неделю там 9 тысяч. То есть, ну, естественно, это хороший, то есть, блогер, почему от него отказываться. Поэтому, то есть, вот эти, кто от тысячи до 10 тысяч, их тоже можно вручную перелопатить, посмотреть, то есть, и там можно найти хороших блогеров. Вот, так, 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 ну, по-моему, все по, 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 вот этой штуковине. Да, ссылка будет, какие-то вопросы звоните, пишите, не надо звонить, что за дурацкая фраза, только пишите. Да, также напоминаю, что открыт для любого сотрудничества, да, мне еще вот тоже человек написал, у кого нету, скажем так, ну, аккаунта, но у него есть товар на препе, он говорит, Антон, давай затестим, размести объявление, типа, выложи мой товар, будет спрос, не будет. То есть, да, мы закинули его товарчик тоже, то есть, ждем, какие результаты. Вот, если, да, какие-то есть идеи, фишки и вообще открыт к общению, какие-то поделиться чем-то, вы со мной информацией, я с вами что-то вместе сделать, то есть, тоже, тоже я только за, вот, потому что тема ТикТока новая, вообще никакой информации, когда я начинал заниматься им, там вообще просто ноль было, поэтому я решил записать вот эти вот видосы для всех ребят. Вот, надеюсь, вам это поможет. Вот, с вас, что там, не знаю, лайки просят обычно, какие-то колокольчики, подписки, вот, так, ну, я думаю, эту серию мы закончим, сейчас запишу еще одно видео по другой программке, так что смотрите, там, вот, там, вот, это будет та программа, куда я на 4 часа сегодня провалился, она офигенная, прям вот, да.